Сегодня, в день завершающего сезон капиталистического субботника, поговорим немножко о коммунистах. Мы давно и внимательно наблюдаем за судьбой и развитием событий вокруг филиала КПРФ в Башкортостане. И вот на прошедшей неделе состоялась так называемая учеба, семинар для секретарей райкомов КПРФ, и семинар учебы проходила в весьма забавной форме. Если говорить напрямую, то состоялась грандиозная пьянка в одном из кабаков города Уфы, где господин Кутлугужин закатил шикарный банкет с напитками вовсе не прохладительного характера и всевозможными яствами. Зачем-то это все называлось учебой-семинаром. Многие члены партии и люди, входящие в руководство районных организаций, сочли это открытым подкупом. Некоторые из них считают, что таким образом господин Кутлугужин пытается умаслить активистов своей партии перед грядущим избранием кандидата на пост главы республики Башкортостан от коммунистической партии. Но, прямо скажем, этот шабаш выглядел очень нелепо и забавно на фоне бесконечных жалоб коммунистической партии в Башкирии на отсутствие финансирования, на дефицит денег, на нехватку констоваров и прочих недорогих вещей, которые они себе, как они утверждают, не могут позволить и так далее. Ну, в общем, было довольно забавно. Кроме того, что это было смешно, это возмутило действительно актив партии, и некоторые активисты, некоторые члены партии написали заявление с требованием выяснить, не было ли это подкупом. И вообще укладывается это в рамки этики или нет, когда депутат госсобрания Кутлугужина устраивает эти массовые гуляния за счет кассы партийной организации. А я нисколько не сомневаюсь, что оплачивалось это не из кармана господина Кутлугужина. Вообще, конечно, интрига вокруг коммунистической партии и выдвижение от нее кандидата на ближайших выборах в сентябре интересна тем, что верхушка руководства республиканского отделения КПРФ, конечно, деградировала окончательно. И выглядеть достоверно, как кандидатура на пост главы республики Башкортостан господин Кутлугужин, конечно же, не может, но очень уж привык. Начиная с 2014 года он регулярно, значит, играет эту роль, весьма в нее вжился, вполне себе освоил технологии монетизации вот этих процессов. Напомню, что на хорошие выборы выделяются хорошие деньги, соответственно, конечно, господин Кутлугужин и в этот раз решил сыграть эту привычную для себя роль. Однако, надо понимать, что Хабирову опереточные выборы, скорее всего, не нужны, потому что, учитывая то внимание, с которым наблюдают за Радиом Фаритовичем из Москвы, критически наблюдают, скептически наблюдают некоторые башни Кремля, конечно же, Хабирову нужны выборы достоверные, настоящие. И если КПРФ попытается сымитировать и выдвинуть от Кутлугужина в качестве кандидата от КПРФ, то, конечно, это не добавит достоверности выборам в сентябре. Все прекрасно помнят выборы 2014 года, когда Кутлугужин имитировал борьбу с Хамитовым, а при этом, как бы, ну, это был стопроцентный договорняк, за что КПРФ получила немножко денег и чуть-чуть мест в госсобрании. Ну, в общем, прямо скажем, эта история никого тогда даже не ввела, не то чтобы в заблуждение, а даже в сомнение. Соответственно, сейчас Хабирову, конечно, подобный сценарий со стороны КПРФ никак не годится. Вопрос только в том, кто, если не Кутлугужин? У нас этот вечный вопрос в России, да, кто, если не Путин, кто, если не Кутлугужин? На самом деле, конечно, варианты есть. Отпал Ющенко, но все еще есть Галин, который, в принципе, смотрелся бы неплохо, если бы на то была воля резкома КПРФ РБ. Ну, посмотрим. Тут еще, конечно, не сказал своего слова господин Зюганов, но, повторюсь, господин Кутлугужин со своими банкетами и пьянками выглядит уже все более смешно и смешно. На прошедшей неделе на оперативке, которая проходила в мэрии Уфы, случилось страшное. Ульфат Мустафин вырвался матом. Причем вырвался он в финале вообще мероприятия, дочитав до конца тот текст, который ему, значит, сунула пресс-служба на оглашение. В конце Мустафин уже не выдержался и, в общем, ненормативно выразился в эфире. Ну, реакция широкой общественности была достаточно разнообразная, от возмущения до оправдания и так далее. Я бы все-таки встал на сторону Ульфата Мансуровича. Дело в том, что качество того, что делает пресс-служба Уфимской мэрии, то, чем занимается госпожа Сулейманова, так или иначе, будучи там авторитетом в области масс-медиа и всевозможных, значит, публичных проявлений, это все ни в какие рамки не вписывается. Мэрия Уфы выглядит бледно, бесцветно, беззубо, безмолвно, и продолжать эти эпитеты можно до бесконечности. Мэрия миллионного города так выглядеть не должна. И в этом, конечно, безусловно, заслуга в кавычках вот этого блока, который курирует публичное присутствие руководства города в пространстве, в медийном, в пространстве публичном, в пространстве информационном. Господин Байдавлетов, который возглавляет эту структуру, очевидно, не справляется со своими обязанностями. Ну, а несчастный Ульфат Мансурович, который уже, видимо, не смог терпеть того, что было написано на этих бумажках, ну, просто, условно говоря, сорвался. Как говорится, с кем не бывает. В данном случае я сочувствую нашему мэру и желаю ему более профессиональной, конструктивной пиар-службы и пресс-службы. Не только потому, что, ну, видимо, вот этот текст, который он прочитал, был совершенно невыносим, но и потому, что эффективность того, что они делают, стремительно приближается к нулю. Это важнее того, что там где-то были ошибки в тексте или он был каким-то корявым. Вот на это бы надо было обратить внимание сейчас Мустафин. Я думаю, что он может и должен позаниматься с этими вещами, уж коль скоро сам он занял для себя позицию человека не публичного, не, скажем так, радикального в информационном поле. Это его право. Но присутствие самой мэрии, информационное присутствие, это очень важно для миллиона населения города Уфы. Из существенных кадровых изменений, которые регулярно в последнее время накрывают республику Башкортостан, на прошедшей неделе я бы отметил уход из правительства Сергея Новикова, который руководил Министерством экономического развития. Уход этот был тихим, нерегулярным в плане того, что это не случилось в понедельник, а как-то случилось в середине недели. И максимально незаметно. Первоначально даже информация об этом опровергалась, ну, дежурным образом. Причин ухода Сергея Новикова со своего поста, как обычно, в таких случаях бывает, наверное, несколько. Основной причиной, конечно же, является снижение инвестиций в основной капитал предприятий республики Башкортостан в последние 3-4 года. Это снижение было последовательным, поступательным и регулярным, и ничего с этим не могли сделать. А это один из основных, все-таки, показателей экономической эффективности правительства. И, кстати говоря, вот эти 15 критериев Путина тоже содержат именно этот критерий. Однако не могу не поразмышлять и порассуждать о более таких мелких, но ярких причинах ухода Новикова из команды Хаабирова на прошедшей неделе. Я бы все-таки предполагал, что провал на Ялтинском экономическом форуме республики Башкортостан тоже повлиял в определенной степени на судьбу Сергея Новикова. Напомню, что республика Башкортостан привезла самую большую делегацию в Крым, в Ялту. Устроила там самое красивое шоу с самым вкусным чак-чаком, с юртой, как положено, с Кураем и Кумысом. И привезла из Ялты, из этого форума, ноль рублей инвестиций. В принципе, конечно, ответственность за это несет, в первую очередь, естественно, и господин Новиков. Но не только он. Напомню, что Новиков – это человек Тажетдинова. Тажетдинов его вырастил, выкормил и вывел в люди, условно говоря. Но в последние годы ощущалось то, что Сергей в определенном смысле, конечно, тяготился этой компанией и этим родством, пытаясь стать самостоятельной фигурой. Сергей Новиков в определенном смысле долгожитель в правительстве, потому что проработал он там много-много лет. Но, к сожалению, вот так бесславно закончилась его карьера. В принципе, мы с ним неплохо знакомы лично. Я испытываю к нему человеческую симпатию. Он человек очень умный, очень способный. Я думаю, не пропадет. И брат у него тоже талантливый бизнесмен. В общем, я думаю, что у Сергея Николаевича все будет в порядке. Продолжается конфронтация в области адвокатуры в Республике Башкортостан. Напомню, что Виталий Буркин ведет затяжную войну с руководством адвокатской палаты, что его лишили статуса на три года, которые уже скоро, кстати говоря, истекают. И периодически звучат обвинения во всевозможных имущественных нарушениях. После этого происходят всевозможные проверки и даже суды. Суды пока на данный момент ничего существенного не выявили и обвинений никаких не подтвердили. Адвокатская общественность России постепенно подключается к этим процессам. С одной стороны поддерживая Буркина, а с другой стороны поддерживая Юмодилова и руководство адвокатской палаты. В общем, конечно, вся эта история все больше и больше мне начинает напоминать какую-то склоку и разборку. И я считаю, что, в принципе, наверное, эта история должна максимально быстро завершиться, потому что от нее только вред и никакой пользы. Я люблю возвращаться к старым своим сюжетам, к сюжетам, которые мы снимали год назад больше. Особенно, когда для этого есть хороший повод. И вот сегодня есть повод, я бы сказал, осторожно, оптимистически вернуться к истории «Интернациональной 8». Напомню, это дом в центре Черниковки, где во дворе группа товарищей, в которой есть даже депутат госсобрания господин Канунников. Так вот, эта группа товарищей возвела незаконное строение. Там в этой истории масса всевозможных детективных сюжетов и деталей. Там и поддельные решения суда, там и фальшивые документы из Росреестра, которые исчезают и появляются в нужный момент. Там и постройка дома под видом восстановления, а на самом деле восстанавливалась кладовка для метелок. Ну, в общем, такая дикая беспредельная история. А если кратко, то в центре хорошего, добротного сталинского двора, где играли дети, качались на качелях и гуляли мамочки с колясками, построили страшненький офисный домик, довольно большой, без всяких документов разрешения и права, без документов на землю, ну, в общем, по беспределу, так, по-депутатски. И вот, хорошая новость заключается в том, что мэрия Уфы снова пытается опровергнуть решения судов, которые, на мой взгляд, были не вполне правомочно приняты при очень активном участии вот этих вот фигурантов и строителей. Дело в том, что люди, которые строят этот домик, в котором его построили и пытаются его узаконить, имеют очень хорошие тесные связи. И в администрации района, правда, чиновница, которая им помогала, была уволена со своей должности, и в судах. И вот эта вот юридическая мафия, которая занимается узакониванием вот этого домика, в принципе, опять стоит на грани краха, потому что мэрия Уфы апеллирует к решению Верховного Суда и пытается отменить то решение, которое позволяло этому строению закону находиться в этом дворе. Мы будем максимально пристально наблюдать за этой историей и дальше. В ближайшее время встретимся с активистами дома на Интернациональной 8, обсудим ситуацию, послушаем, что там нового и так далее. Будем обязательно об этом говорить и показывать. Мы эту историю с господином Канунниковым и всей вот этой бандой вокруг строительства этого дома так не оставим. Довольно существенные события произошли в области долевого строительства и в сфере обманутых дольщиков на этой неделе. Начнем с того, что пикеты у Белого дома стали ежедневными, несмотря на всяческие уверения о том, что проблемы решаются и там процессы движутся. Люди теряют терпение и, в общем-то, не верят тому, что происходит на стройчасах и в госстрое. Да. Вообще, конечно, коллективное сознание – вещь довольно-таки медленная, и большие группы людей достаточно неспешно делают выводы и понимают то, что происходит. Но, наконец-то, дольщики в республике начинают понимать, что происходит вокруг их проблемы. Я имею в виду тот имитационный характер, который носят вот это вот все эти процессы. Дольщики практически всех инициативных групп, а я общаюсь, наверное, с подавляющим большинством объектов и инициативных групп дольщиков республики Башкортостан, пришли к выводу, что вот та конструкция, которую выстроили для решения их проблемы, не только неэффективна, но и, судя по всему, деструктивна. Вот эта группа товарищей «Веселая троица» Гуськов-Листков-Гайсина, которая захватила функцию коммуникации с дорогим руководителем республики Радием Хабировым, постепенно проявляет свою сущность, и дольщики начинают понимать, чем на самом деле занимается эта группа товарищей. А занимается она, помимо того, что они узурпировали вот эту функцию коммуникации, и почему-то категорически только они представляют интересы дольщиков в правительстве и в государственных органах, эта группа еще занимается, ну, откровенно, поиском заработка и попытками заработать на этих процессах внутри и банкротных процессов, и внутри всевозможных процессов перераспределения. И вот на этой неделе произошло два события, которые, ну, собственно, совершенно отчетливо подчеркивают и подтверждают тезис о том, что эта группа товарищей несет только вред этой проблеме, и тормозит ее, и всячески вносит сумятицу туда. И вот что произошло на прошедшей неделе. Во-первых, 27 дольщиков жилого комплекса «Башстрой» в Стрель-Тамаке, которые много лет, прямо скажем, безуспешно опекала госпожа Гайсина, кстати говоря, получая определенные деньги за свои услуги, написали жалобу в Росреестр, официальную жалобу, с просьбой разобраться и повлиять на ситуацию, в которой госпожа Гайсина и руководитель СРО арбитражных управляющих Евросип господин Шуваров производят совершенно непонятные действия в отношении их объекта. Дольщики просят Росреестр и силовые структуры дать оценку тем действиям, которые производят господин Шуваров и госпожа Гайсина в отношении их объекта, и беспокоиться о том, что эти действия носят не вполне законный характер. Жалоба официальная, передана в Росреестр, ждем реакции на эту жалобу, она достаточно подробная и приводит определенные факты. Вторым событием, связанным с этой же группировкой товарищей, были события вокруг жилого комплекса «Башинвестдом». 25 апреля состоялся суд, на котором попытались поменять арбитражного управляющего. Господин Листков, обладатель большого количества доверенностей от дольщиков «Башинвестдома», напомню, что господин Листков не является дольщиком этого объекта, но тем не менее представляет интересы дольщиков этого объекта, собрал вот эти доверенности и попытался сменить арбитражного управляющего Паршина, который сейчас ведет банкротный процесс этого объекта, на своего управляющего, госпожу Васильеву. Любопытно отметить, что госпожа Васильева в сцепке все с тем же Листковым была с треском выгнана с банкротного процесса в интеграле, и теперь эта веселая группа товарищей перекочевала на новый объект в попытке захватить процесс банкротства. Вообще вот именно банкротство, по-моему, является той самой питательной средой для вот этих вот веселых рейдеров, которые считаются представителями дольщиков в правительстве. Вот эта группировка Листков, Гуськов, Гайсина, и примкнувшие к ним арбитражные управляющие любыми способами проникают в банкротные процессы жилых комплексов и начинают там что-то делать. Много уже говорилось о странных манипуляциях земельными участками в интеграле, где тоже принимали участие и Листков, и Гайсина, и вот эта же самая Васильева. Есть какие-то смутные сведения о взаимосвязи господина Листкова с господином Ковшовым, причем оба они дают по поводу Васильевой противоречивые, противоположные абсолютно показания и информацию. В общем, конечно, история грязная, нехорошая, на нее нужно обратить внимание. И не пристало вот этим вот горячим, искренним защитникам интересов дольщиков заниматься вот такой откровенно коммерческой деятельностью с какими-то элементами, по крайней мере, по предположению дольщиков Башинвестдома, каких-то злонамеренных действий, действий корыстных и так далее. Ну, в общем, я надеюсь, что и Росреестр, и правоохранительные органы дадут оценку деятельности господина Листкова, Гайсиной и Гуськова в этих процессах. Я очень надеюсь, что прозрение дольщиков ускорится, и в ближайшее время они дадут оценку всей вот этой вот конструкции. Дело в том, что вот эти люди, которые захватили функции контроля и функции коммуникации с Хабировым по проблеме обманутых дольщиков, на самом деле вредны и опасны для самого Хабирова. Когда большие массы людей, когда большинство инициативных групп проблемного строительства и вот этих вот долевых объектов поймут, что система не работает, шишки посыпятся, естественно, на Хабирова. То есть Гайсину, там, Листкова и Гуськова сметут, да и сами они, скорее всего, куда-нибудь скроются или там уйдут в тень, а крайним останется Хабиров. Потому что именно он, ну, в глазах дольщиков, будет инициатором этой системы, и именно он как бы ее утверждал там, и она ему нравилась. В общем, я считаю, что нужно, конечно, и господину Абдрахимову, и Невостроеву, и самому Хабирову крепко задуматься над тем, как все это устроено, почему это все не работает, и почему нарастает раздражение и недовольство самих дольщиков вот этой системой, почему они каждый день стоят у стен Белого дома, вопреки благим увещеваниям о том, что все хорошо, прекрасная маркиза и процессы идут. Процессы не идут. И вообще я предсказываю, что в мае-июне проблема будет только обостряться и нарастать, потому что, ну, и жители Миловского парка, и жители Новобулгакова, и многих-многих объектов, например, в Иглино, я думаю, что в очень резкой форме заявят о своих претензиях, о своем недовольстве тем, что происходит в этой сфере. На прошедшей неделе, собственно, уже был четко сформулирован вопрос, претензия по поводу вот этой вот истории с чистовой и нечистовой отделкой в Миловском парке. Повторюсь, что я считаю это, ну, если не мошенничеством, то таким криминальным лукавством попытка оставить людей без части их имущества и без части того, что они уже оплатили по договорам. Посмотрим, как это будет развиваться и к чему это придет в последующем. В дополнение к теме долевого строительства хотелось бы рассказать одну историю. На прошедшей неделе ко мне обратились дольщики объекта НПО «Самострой». Очень странная история о том, что, ну, там, в общем-то, обычная история в этой сфере, недостроенные дома, много-много лет, но дольщиков этого объекта всеми силами не включают в реестр обманутых дольщиков. Судя по всему, руководство госстроя и в целом власть в республике начинает понимать, что приумножение числа дольщиков им совсем не на руку. И вот именно в рамках вот этого жилого комплекса, который возводит НПО с забавным названием «Самострой», как раз стали жертвой вот этого процесса. В том смысле, что, конечно же, власти, наверное, невыгодно, чтобы обманутых дольщиков становилось все больше, и власти хочется, чтобы их становилось все меньше. Однако для этого пока конструктивно ничего не предпринимается, и решили просто людей не включать в этот реестр. При том, что у дольщиков этого объекта есть все основания быть включенными в реестр обманутых дольщиков, есть и пропущенные сроки, есть незданные дома и так далее. Но по формальным признакам там идут, ну, как бы, признаки того, что, дескать, стройка идет. На самом деле стройка стоит, но застройщик регулярно подает там документы о том, что он там три кирпича положил и там два рабочих вывел на стройку. Ну, я полагаю, что дольщикам этого объекта нужно срочным образом, вплоть до судебного порядка, входить в реестр обманутых дольщиков и дальше идти по тому сценарию, который, ну, в принципе, сейчас возможен в части взаимодействия с органами власти, с тем же госстроем и так далее. Но на правах уже официально обманутых дольщиков. Будем вот за этой ситуацией наблюдать. Я планирую в ближайшее время съездить, посмотреть, что там с этими домами, и пообщаться с дольщиками. Кстати говоря, ну, у меня есть несколько человек контактов с этого объекта. Если кто-то еще что-то может добавить, будем рады и благодарны. Телефоны и почту мы показываем. Пресса в Уфе несколько раз писала об истории ООО «Модуль». Десять лет тянется эта история, и вот я общался с руководством этой компании на прошлой неделе. История вкратце такова. Компания «Модуль» поставляла тепловую энергию управляющей компанией управления жилищным фондом, так называемой УЖФ, образовался долг 62 миллиона, и после этого управляющая компания отказалась воплотить. И, в общем, там случилась вот такая вот история, коллапс задолженности суды и так далее. Правоохранители отказываются возбуждать уголовные дела, чтобы извлечь эти деньги из должника. История тянется 10 лет. В итоге ООО «Модуль» попала в кризисную ситуацию, в принципе, обанкрочена и ликвидирована. Но к чему я, собственно, все это рассказываю? Выяснилось, что пропорция вот этих вот взаимных задолженностей очень интересная. В общей сложности управляющие компании в Республике Башкортостан должны своим поставщикам, имеется в виду поставщики ресурсов, это вода, тепло, это канализация, это электричество и прочее, около 6 миллиардов рублей. В свою очередь жильцы должны управляющим компаниям не более 2 миллиардов рублей. Замечательные ситуации получаются, что вот этот разрыв, куда делись вот эти 4 миллиарда? Собственно, управляющая компания является сервисной функцией и неким посредником между жильцами и поставщиками вот этих ресурсов. И именно у этого посредника, как и в случае с ООО «Модуль», который фактически похитил у этой компании 62 миллиона рублей, деньги пропадают именно в этой прослойке, именно в этом посреднике. То есть граждане у нас, кстати говоря, в Уфе и во многих других городах очень дисциплинированно платят коммунальные услуги. Процент неплательщиков достаточно низкий, по крайней мере, по масштабам Российской Федерации. Но при этом управляющие компании все увеличивают и увеличивают свою задолженность. Это очень опасная ситуация, на которую нужно обратить внимание в первую очередь Министерство жилищно-коммунального хозяйства и господину Кирееву, столь увлеченному столбостроением в Республике Башкортостан. Вот это очень важная проблема. Вот это опасный тренд, на который нужно обратить внимание. Ну и на примере вот этого ООО-модуль, который пострадал от неплатежей управляющих компаний, наверное, стоило бы разобраться в этой ситуации и попробовать выправить вот этот крен с задолженностями, который на самом деле опасен для всей системы жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан. Сегодня 27 апреля, день финального по плану Хабировского субботника. Вообще, честно говоря, мне было очень странно наблюдать вот это вот возрождение этих субботников в России. В целом, кстати, это федеральное абсолютное явление, это не Хабиров придумал. Странно вот почему. Потому что когда мы были дети и пионеры, вот тогда у нас были субботники, и они очень органично ложились в кону того общества и той ситуации, которая была на тот момент в стране. Страна была коммунистическая, идеология была коммунистическая, коллективистская, взаимная помощь, равенство, братство и бла-бла-бла. Сейчас же наблюдается картина такая. Начальники на лакированных ланг-круизерах объясняют своим 15-20 тысячным по зарплате подчиненным о том, как здорово и классно быть коллективом и в едином порыве покрасить решетку забора Башавтотранса. При этом 20-тысячные по зарплате бухгалтера остаются с метелками в руках, а начальники на лакированных ланг-круизерах отъезжают в сторону своих многомиллионных коттеджей. Выглядит это, конечно, диковато, прямо скажем. Нелогично, народ ворчит, народ недоумевает. И вообще, если уж власть не в состоянии организовать дворников, то нечего инженеров отправлять подметать улицы. В Уфе началось повсеместное монтирование вот этих знаменитых столбиков Киреева. Напомню, что идея заключена в том, что оградить газоны железными столбами от злонамеренных автолюбителей, которые заезжают на эти газоны. Ну и вот этот вот участок на улице Достоевского, где установлено 33 столба в длинный такой ровный ряд, ярко иллюстрирует тот идиотизм подходов, который демонстрирует нам господин Киреев. Дорогой Михаил Юрьевич, пожалуйста, приедьте сюда на Достоевского и посмотрите внимательно, что и от чего огораживают ваши столбики. Ваши столбики огораживают тротуар от газона, а не проезжую часть от газона, как было задумано на самом деле. Каждый из этих столбов стоит 2400 рублей, согласно вашей смете, Михаил Юрьевич. 80 с лишним тысяч рублей вы закопали здесь в землю, вот здесь на участке улицы Достоевского, не добившись никакого результата. Газоны доступны для того, чтобы на них парковались автомобили. Зачем стоят эти столбы, совершенно непонятно, но они стоят ровным, красивым рядом. Вот эта шеренга оранжево-серых уродливых столбов украсила исторический центр города Уфы. Судя по всему и по планам господина Киреева, Уфу заколотят вдоль и поперек вот этими столбами, лишь бы только освоить вот этот миллиард двести. Из чего и кем сделаны эти столбы, совершенно непонятно. По каким там одноразовым конкурсам они прошли, тоже непонятно. Цена в 2400 рублей за кусок трубы тоже вызывает массу сомнений. В общем, впереди у нас много веселья по поводу вот этих вот нелепых столбов, которые, на мой взгляд, являются всего лишь инструментом отмывания бюджетных денег. Субтитры создавал DimaTorzok